с одной стороны действительно в различных местах писания закваска именно квасное символизирует злое начало там что-то нехорошее но и логично то давайте весь год кушать мацу и делов то мы же хотим как лучше почему пойдем на компромисс только неделю в году кушать давайте весь год но есть даже места автория где мы обязаны пользоваться именно квасным тестом подошедшим есть приношение в храме который именно из подошедшего теста значит не все то так просто может быть я сейчас слишком глубоко нырнул и я сделаю предисловие есть идея что весь еврейский год все его события крутятся вокруг одной оси это ось проходит проходит через две точки это месяц нисан песах и месяц тишрей осенние праздники расшашон и емкий кур эти две точки связаны на самом деле с верой я сейчас уточню может быть немножко необычный аспект этой веры вера в человека вера в то что в глубине человека есть внутреннее я глубинное я который может быть мы и сами даже не всегда отдаем себе отчет но чистое святое невероятно возвышенное именно то я с которым мы немножко начинаем ощущать когда мы делаем какое-то хорошее дело помогаем другое мы чувствуем на счастье удовольствие удовлетворение намного больше чем если там покушали пирожное или или мороженое понимаем есть у нас что-то намного более глубокое чем просто там желудок и и стремление к обычным удовольствиям чтобы понять что происходит в песах мне удобнее это сравнить сначала с тем что происходит в осенние праздники осенние праздники посвящены чуве возвращению можно сказать что это возвращение к этому самому глубинному я я могу утонуть в деталях жизни в моих мыслях чувствах страхах тягах любовях есть много много деталей жизни я могу в этом забыть кто же я и вот чуво это возвращение к моему глубинному я рывок вверх тяга вверх есть второй этап обязательный когда я уже уцепился за это я его освободить дать ему ход уже бывает что в глубине себя я я по я понимаю как я хотел бы как правильно было бы и тому подобное но мне не удается это осуществить на уровне мыслей на уровне чувства он не желание на уровне деталей моей жизни так вот песок это старт по расшифровке раскрытию освобождению этого внутреннего я понятно что тут много есть опасности я могу стать рабом каких-то вещей которые кажутся что это я вот я решил я буду за это решение до последней капли крови не я это решение принятое на основе каких-то фактов которые я знал сейчас они могут поменяться я волен поменять решение я волен поменять цели и тому подобное мое я это намного глубже поэтому есть путь есть на этом пути скажем так капканы и троплины и повороты есть много нюансов и одна из вещей которая очень сильно может помешать освобождению этого глубинного я это привязка каким-то мнимым формам я не знаю там я талантливый преподаватель вот я к этому привязан все я я уже закабален этим я попал в рабство к этой форме это не я а кто-то скажет там я я человеку который всегда там последняя марка мерседеса все если у него в какой-то момент жизни он не может себе это позволить он чувствует крах личности катастрофа ты же человек ты душа ты личность почему ты отождествляю себя с этим и так у разных людей по разному но суть этого что я привязываюсь какой-то мнимой раздутой форме которая не настоящая которая только форма но до определенной степени это иллюзия вот эту иллюзию символизирует хамец то что когда мы взяли муку и воду и вот 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 столько то ее что происходит когда это квасится это вырастает это большое то вот он какой я красивый большой ароматный и так далее и вообще работа конечно расшифровать внутренние я и по формам поэтому нужно пользоваться формами нужно пользоваться в конце концов и моим интеллектом и моими эмоциями и даже моими амбициями я тоже собираюсь пользоваться но после того как я уже знаю я знаком со своим глубинным я я могу корректировать эти формы чтобы они соответствовали но есть какое-то время когда я должен на секунду забыть об этих этих формах отказаться от них обесценить их как все стоп я сейчас занят только я должен ухватиться за самое глубинное я который выше этих форм выше хамца вот этого квасного это что лежит у меня в глубине это связано это наверное выше мыслей выше интеллекта выше знаний выше логики это не я я это что-то еще более глубинное моя самая глубина если так можно сказать точка зрения видение да это то что связано с верой поэтому маца не хамец это то что связано с вот тем глубинным она называется хлеб веры идея в начале мы называем действительно показываем отцу и говорим вот это хлеб бедности хлеб нищеты которые кушали наши братцы в египте чуть позже мы говорим вот это маца почему мы ее кушаем же когда наши братцы вышли из египта тесто не успел заквасить и мы кушали мацу и треба объясняет что у человека который садится за стол пасхальной трапезы у него есть вопрос мы говорим о свободе мы говорим освободились ура победа и тут же мы вспоминаем что есть кто-то кого не хватает денег на мацу не хватает денег на вино разные значит негодяи восставали против нас пытались нас уничтожить и мы в пасхальная годе говорим что это происходит в каждом поколении у человека возникает естественно куда же мы вышли что нам дал выход из египта если мы в принципе ничего не изменилось вроде бы спрашивает человек есть имел ли эффект вообще тот выход из египта или туда они вышли эффект остался только там мне это ничего не поменял если это был выход из египта который сделал всевышний то тогда почему почему этот эффект рассосался скажем ответ как раз в этом в этой в этом противоречии что мы отца одновременно это то что вышли из египта это что были еще в египте суть конечно же в том что мацу кушали выйдя из египта но как говорится можно из египта выйти и остаться в египте то что то что говорится что есть физическое рабство евреи вышли из физического рабства но духовное рабство то что они ощущали себя внутри до определенной степени рабами зависимыми в страхе и тому подобное они от этого им не удалось полностью освободиться за один шаг и поэтому идея выхода из египта это выход из египта ежегодный еще шажок еще сантиметр еще эта идея что то что произошло там с одной стороны это очень важная вещь это дало старт но это не был финиш и это то что мы говорим что с одной стороны маца это символ выхода из египта но при этом выйди из египта они кушали мацу еще находясь в египте духовно действительно в торе первый раз когда евреи называется народом это после выхода связи с выходом из египта получается что в принципе те же самые люди которые вот они были еще в египте это еще не народ вот они вышли из египта тоже называется народ каков их статус был до того как они вышли группа родственников клан сообщники как угодно можно назвать да некая общность что их объединяло главным образом это их объединяло то что они родственники видимо еврейский народ это что-то большее чем просто родственники и поэтому не случайно в еврействе есть такое явление как ги-юр когда человек который этнически генетически парадословный он не еврей и он становится евреем присоединяется к еврейскому народу в любом другом народе это невозможно грубо говоря украине захочет быть китайцем что это вообще означает на то есть стать гражданином пожалуйста но он не может стать это это в принципе не применимо здесь применимо почему видимо еврейский народ это не столько группа родственников сколько некая общность объединенная идеи и вот эта идея это то что появилась после выхода из египта мы знаем что из египта вышли далеко не все по разным комментариям то ли 1 5 то ли 1 50 только вышла но вот те что вышли это те которые вышли за идею на секундочку пошли в пустыню неизвестно куда неизвестно на что пошли за всевышним пошли получать тору и то что мы начинаем сразу после пессаха отчет дней омара и до праздника шивода дня дарования торы и комментаторы объясняют что одно один из смыслов что то мы это в память о том как евреи когда вышли из египта они считали дни до дарования торы что там такое будет будет белой булки раздавать нет они шли к встрече со всевышним это то что их объединяло они не просто пошли за муше и опять же очень многие не пошли а подготовка к выходу из этого рабства как мы знаем им все таки хотя практически все за них сделал всевышний но им нужно было сделать самим один очень важный шаг взять этого ягненка который для египтян это было как святое животное которое зарезать это просто кощунство а тут евреи должны были за несколько дней до выхода из египта взять поставить у себя во дворах оно блело мычало ходили египтяне спрашивали чё животину мучаете евреи должны были отвечать а у нас вот скоро праздник и мы будем это резать и кушать во славу всевышнему они это должны были говорить а потом еще не просто так тихонько там в доме это сделать еще кровью этой жертвы помазать двери да то есть сделать все даже называется на показ демонстративно поэтому для этих евреев которые выходили из египта выход из египта это был поступок не просто они пошли за красивыми обещаниями светлого будущего и маша изначально и с фараоном и с евреями об этом говорил они знали куда они идут и поэтому они считали дни в первую очередь мы знаем что все это существует в духовном плане но это не значит это только в духовном именно потому что это не только материальное а духовное поэтому эта вещь регулярно находит проявление в материальном и не случайно есть очень много параллелей между тем египтом как его описывает тора например и советским союзом пока значит был крепкий железный занавес до такой степени что даже если слова ссср записать ивридскими буквами самых 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 рейш то в численном значении это равняется слову мицраем египет такая любопытная деталь действительно есть много параллелей почему это так потому что египет и выход из египта это в первую очередь духовная вещь и это находит проявление в материальном мире в различных формах форме того доисторического египта форме ссср и и кроме этого поскольку что это духовная вещь это значит это имеет место постоянно каждый год у меня лично внутри меня как мудрецы говорят что человек это маленький мир в котором тоже есть реки да это как да как кровеносные сосуды там и так маленький мир в миниатюре во мне все и значит мой египет есть у меня есть свой фараон и мой выход из египта ежегодный но есть конечно же глобальные события всемирного значения как это было тогда выход из египта и как это будет с приходом машеха то что мы знаем приходе машех это глобальное изменение всего мира пока мы их не видим мы понимаем машех еще не пришел есть что ждать когда я говорил про выход из египта что это раскрытие освобождение какого-то глубинного чистого настоящего я у меня лично но точно так же я могу сказать про весь мир про все человечество есть какое-то глубинное я некая божественная искра которая заложена в человека я говорю любом человеке у всех на разном уровне мы можем гордиться что нам дано может быть что-то больше нам дали тору нам раскрыли тору но на своем уровне это есть у каждого человека и приход машеха когда мы говорим что с и тора нам это сообщает что во времена машеха например прекратятся войны почему поставят везде полицейских которые будут следить чтобы люди не воевали нет измениться что-то в сознании людей люди сами осознают ощутят все мы больше этого не хотим это приход машеха к сожалению да мы понимаем что это еще не произошло мы на пути это брежет это витает в воздухе многие люди об этом говорят но это еще не произошло